Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Агуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Во дворе дома по улице Бухар-Жирау, 31, назревает скандал. Рабочие строители крушат детскую площадку и вырубают деревья. Караганда останется без уборщиков улиц. Основная часть города под угрозой оказаться в мусорном плену. Занятия теннисом укрепляют зрение и развивают координацию движения, заявляют карагандинские мастера спорта. Обо всем по порядку. Караганда останется без уборщиков улиц. Основная часть города, а это Казбикбийский район, под угрозой оказаться в мусорном плену. Около 60 работников предприятия благоустройства сегодня не вышли на работу, объявив забастовку. Деньги задерживают уже более двух месяцев. У работников нет средств для пропитания семей и элементарный проезд до места работы. Люди винят во всем Акимат и отдел жилищно-коммунального хозяйства. Якобы те не перечислили денег. Но у чиновников на этот счет своя правда. Ситуацией разбирался наш корреспондент. Мы при чем? Вы разбирайтесь с начальством сами. Для этого есть суд, прокуратура, финансы. Нам-то дайте нашу. Огромная толпа работников предприятия благоустройства вышла сегодня на забастовку. Их основное требование – выплатить заработную плату. Ведь свои обязанности они выполняют сверх нормы. Уборку проводят чаще, чем положены по договору. В холод и жару, находясь на улице, следят за чистотой караганды. По словам всех бастующих, деньги они не получают уже два месяца. Я вот сам, извините, живу на съемной квартире. Если я сейчас за квартиру не заплачу хоть один месяц, извините, у меня пеньком просто под зад. Пеньком под зад. Так же есть у каждого дети, есть кредиты. У руководителя отдела коммунального хозяйства Шулпан Жусуповой на этот счет своя правда. Работа этих специалистов она не совсем довольна. Но тем не менее, заработную плату рабочим перечислила даже с излишком. Отмечает, что скинули даже за август. Есть определенный объем работы. Они могут его делать в течение месяца. Могут, например, приходить эту улицу по несколько раз. Но есть определенный объем. Тот же мусор. Вы что думаете, мы у них берем его за то, что они там его каждый день убирают или нет? Есть определенный объем. Директор данного предприятия Нурлан Рахимбергенов все сказанное Шулпан Жусуповой отрицает. По его словам, никакой переплаты нет. Все деньги им перечисляются только по факту выполненных работ. Но начиная с мая Акимат финансирование прекратил. Решить проблему пока не удается. Мы сейчас выезжаем в Акимат. Там будем на месте снова посмотреть. Каждый будет доказывать свою правоту. Мы свою правоту будем доказывать. А пока руководство будет все доказывать, около 60 семей остаются практически без средств к существованию. Наш город и так называют мусорной королевой. Страшно представить, что же будет, если работники благоустройства перестанут убирать мусорки и чистить улицы. А имам Ренажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Во дворе дома по улице Бухаржурау, 31, назревает скандал. Рабочие строители крушат детскую площадку и вырубают деревья. Все потому, что на очищенном месте собираются построить, по словам людей, стоянку под автотранспорт. Николай Кровец разбирался в ситуации. Дети как бы гуляли. А сейчас вот как бы у всех машины появились, у всех много. Мало того, что у нас гаражи вы здесь построили, половину, два раза заняли. Так вот у нас еще и хотят. И вот в одна часть. Приехали в вторник, на прошлой неделе. И все деревья срезали. Мы даже ахнуть не успели. Понимаете? Против стройки и другая жительница дома, которая возмущена тем, как избавлялись от деревьев. Люди, которые живут и окна выходят сюда. Они раньше кислородом утром открывали. Пахнет деревьями, травкой молодой. Сейчас что? Будет угарным газом дышать они? С той стороны мы писали, сколько заявлений писали. Уберите сухостой. Уберите сухостой. Нет. Сейчас все вспиливают. Это неправильно. Так нельзя делать. Многие жильцы дома уверены, стройка началась с нарушениями и без их согласия. А значит, должна прекратиться. Но чиновники к их просьбам так и не прислушались. Землю уже передали строителям. Однако, как нам сказали в отделе благоустройства района имени Козыбек-Би, все разрешительные документы у них имеются. Запланированная стройка была согласована с управляющими компаниями города. Представители власти уверяют, что жители дома номер 31 по улице Бухар-Жрау зря волнуются. Стройка затянется всего на несколько месяцев. И уже к осени автостоянка под окнами их дома будет готова. Ее обещают сделать красивой. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В селе Агадырщицкого района на грани закрытия три школы. Сотрудники департамента по защите прав потребителей нашли ряд нарушений санитарных норм. Отсутствие отдельных выходов, туалетов и инвентаря для дошколят мини-центров, которые располагаются в здании учебных заведений. А также многие другие проблемы. Три школы в поселке Агадырни соответствуют санитарным нормам. К такому выводу пришли работники санитарной службы Шетского района. В отношении одной из них, а это учебное заведение имени Маншук-Маметовой, дело было направлено в экономический суд. Теперь ее закрыли до устранения всех недочетов. Больше года в этом храме науки дошколята ходили в туалет вместе со взрослыми школьниками. Отсутствие отдельного входа тоже недопустимо. К тому же не хватало шкафчиков и других предметов личной гигиены. А раздевалки спортивного зала и вовсе в разбитом состоянии. Теперь за эти ошибки будет отвечать директор. И третье нарушение самое было, это именно по санитарному узлу, который располагается на первом этаже. Ну, школа, в общем-то, однаэтажная, где также было выявлено нарушение. Это не рабочим состоянием, не система канализации, не система водоснабжения. То есть дети были вынуждены пользоваться санитарно-дворными установками, то есть на улицу выходить. В отделе образования поселка Агадыри на нашу просьбу прокомментировать ситуацию так ничего и не ответили. Такая же ситуация еще в двух образовательных учреждениях района. Это Средняя Шетская и Школа имени Баталова. Пока в отношении них дела рассматриваются. Руководителям учебных учреждений грозит административное взыскание. Аймамрина, Исламбеку Спан, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Депутатская проверка социальных объектов Караганды продолжается. В городском Аслихате обсудили результаты этих визитов. Народными избранниками были рассмотрены более 40 обращений граждан в части законности и соблюдения их прав. За последние полтора года они посетили ряд объектов. Депутаты провели ряд выездных заседаний. Ими были посещены детские сады, школы, социальные павильоны. Членов комиссии интересовали условия, в которых дети получают образование, в ходе которых депутатами был поднят вопрос о дополнительном выделении бюджетных средств на установку видеокамер наблюдения во всех школах и установку знаков дорожного движения перед объектами образования. Также они ознакомились с деятельностью центров социальной адаптации для людей без определенного места жительства. Последних нужно привлечь к общественно полезному труду. Осуществлен выезд центра социальной психологической адаптации для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. По результатам посещения центра членами комиссии отмечено необходимость данных проектов для города при условии обеспечения должного контроля за их реализацией. По итогам этих встреч народные избранники составили рекомендации. Теперь их предложения будут направлены для рассмотрения по компетенции уполномоченным органам. Аймамрина Ужасгабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спасибо за помощь. Сегодня в здании партии Нур-Отан благодарственными письмами Акима области наградили около 70 человек. Это представители различных организаций, которые не остались равнодушными и собрали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения людям. Лица собравшихся героев светятся радостью. Около 70 человек получили благодарственные письма от Акима области. Некоторые из них приехали из Астаны и других городов. Все они рады, что смогли помочь людям при весенних паводках. Но приятнее всего осознавать, что общие усилия дали результат. Мы хоть как-то смогли поддержать карагандинцев, говорит морал Жараспаева. Девушка-уроженка города Жасказган, но сейчас живет в столице. Работает в корпорации «Казахмыс». Узнав о стихийном бедствии, морал организовала пункт приема гуманитарной помощи у себя на работе. Раскинув обращение в соцсетях, она нашла отклик от астанчан. Приносили буквально все простые граждане. Даже пенсионеры не остались в стороне. Люди такие добрые, все сплоченные, все помогли. Даже со стороны, которые даже не относятся к карагандинской области. Люди по очереди приезжали в «Казахмыс», привозили продукты, деньги, вещи. В числе награжденных есть и студенты, также представители крупных торговых сетей, как «Метро» и «Строймарт». Отдельная благодарность и слова признательности были адресованы волонтерам общества «Красного полумесяца». Их силами в подтопленные села отправлялись машины с гуманитарным грузом общим объемом в 308 тонн. Награжденные выразили признательность за поощрение и грамоты. Аймамлина, Исламбегуспан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Кадры решают все. 29 июня состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом, Национальной компанией «Казахстан Инженеринг» и Карагандинским государственным техническим университетом в сфере профессионального образования и подготовки кадров. В рамках первой пятилетки государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития трудоустроено 630 выпускников Карагандинской области. К настоящему времени заключены договоры с 80 предприятиями на подготовку и трудоустройство 3123 специалистов. Для успешной реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы необходимо в первую очередь соответствующее кадровое обеспечение по основным отраслям промышленности Республики Казахстан. Для Карагандинского региона определены такие паралитетные направления, как металлургия, машиностроение, горное дело. Предприятие компания «Казахстан Инжиниринг» специализируется на выпуске продукции для нефтегазовой, железнодорожной отрасли, АПК, теплоэнергетического комплекса, а также на производстве и ремонте вооружения и военной техники. Всего в состав компании входит 27 предприятий, расположенных в различных регионах республики. Меморандум о сотрудничестве скрепили своими подписями председатель правления акционерного общества НК «Казахстан Инжиниринг» Ерлан Идрисов и ректор Карагандинского государственного технического университета Аристан Газалиев. В соответствии с этим документом стороны намерены рассмотреть возможность реализации совместных мероприятий по таким направлениям, как целевая подготовка специалистов для предприятий компании, получивших именные образовательные гранты с целью их дальнейшего трудоустройства, прохождение производственной практики студентами на предприятиях компании, внедрение дуальной системы обучения. «Планы у нас достаточно открытые, простые, то есть те поручения, которые мы имеем на сегодняшний день, выполнять их без кадрового обеспечения невозможно, поэтому одно из направлений, к которым мы планируем уделять особое внимание, это подготовка кадров». Кроме того, предусмотрено рассмотрение вопросов, не включенных в меморандум, но представляющих взаимный интерес. «На сегодня мы с каждым предприятием по программе ГПФИР, теперь по ГПИР-2, значит, у нас заключены конкретные договоры, в которых обозначены по каким специальностям, в каком году, в каких количествах мы должны подготовить соответствующие кадры». А в завершении Акимобласти подчеркнул, что сотрудничество между акционерным обществом «Национальная компания Казахстан Инжиниринг» и «КарГТУ» станет основой для повышения качества подготовки специалистов путем интеграции науки, образования и производства и будет служить решению задач, поставленных президентом страны Нурзултаном Абишевичем Назарбаевым в плане нации «Сто шагов по реализации пяти институционных реформ». Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Занятия теннисом укрепляют зрение и развивают координацию движения, заявляют карагандинские мастера спорта. Потому пытаются привлечь к занятиям большее количество школьников. В дни каникул именитые виртуозы «Ракетки» дают ребятам полезные мастер-классы. Все подробности далее. Сегодня на игровой площадке ребятам дали возможность попробовать себя в большом спорте. Инструкторы показывали детям разы разных видов спорта. Ученики с энтузиазмом выполняли их. Детей тренировали по пяти секциям. Большой теннис, настольный теннис, бадминтон, волейбол и гандбол. Вот мы хотели пригласить ребят, чтобы они познакомились с нашими, попробовали поиграть, попробовали на вкус, что такое эти виды спорта, увидели сами и, конечно, пришли заниматься к нам. Дети, которые уже имеют небольшие успехи в этих видах спорта, тоже призывают остальных ребят начать занятия. У каждого свои предпочтения. Заурия Шакашева уже почти восемь лет влюблена в настольный теннис. Настольный теннис – такой быстрый вид спорта, где ничего не предугадаешь и вообще очень сам по себе интересный вид спорта. Возможно, что после такого мастер-класса спортсменов в Караганде станет еще больше. Но, во всяком случае, здоровье детей значительно укрепится. Амина Смакова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аманса Уболонстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова